Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Молодежный экипаж досконало рыхтует машину до працы. Комбайнером Яуген Смоловский працует пятый сезон. Кажа пайшоу по прикладе батьки. Летось у помощники покликау сябра у Владислава Жмакина. Хлопцы так спрацавалися, что на айчинном комбайне обышли замежную машину, якая працует у господарцы. Джон Зир со мной, допустим, по скорости, ну, 12-ка ему не уступает, почти ни в чем. Все зависит от комбайнера. Как бы сложно не было, но это все делается для общей пользы в Беларусь, в общий каравай. Да на молоту молодых и рекорд Федора Романенки. Водитель господарки на уборце хлеба працуешь мат год. Першим тысячником подвоз ЦИС Божжа у районе становится уже четвертый год. Джона, допустим, перевозит 266 тонн за день. Ну, да. Иногда получается, что на ночь грыжусь, еду к климам, поездаю зерно, как комбайн в поле. Просто работать все надо. Говорится, хлеб же вырастили, надо убрать. Проверяем качество уборки, потери, ну, пока нареканий на механизаторов и комбайнеров нет. Своей командой я доволен. Ребята молодцы. Ребята молодцы. Олесь Рыбалка, Александр Тарасов, Новины Региона. Больше за 130 пациентов, минавитостольки, Жихаров Могилёвшины, мают донорские нырки. В разный час им проведена трансплантация, и теперь яны на обовязковому лику. Им необходимо, что месяц контролировать стан здоровья и принимать специальные леки. Ранее таким могилёвским пациентам приходилось ездить в Минск, теперь их будут надзирать в областной больнице, где организуют нефрологичный центр. А до конца года врачи плануют провести первую трансплантацию нырок самостойно. Первой приступкой, что допомогла наблизиться до пересадки нырок на Могилёвшине, стало объединение областной больницы, отделение гемидоиализу и нефрологии на одной платформе. Мы получили возможность сконцентрировать усилия как материальной технической базы, так и усилия врачей, ну и медицинских работников в лечении пациентов нефрологического профиля. Потребность в оказании нефрологической помощи просто огромная, потому что, наверное, каждый третий пациент имеет ту или иную патологию или признаки патологии, или расстройство функции мочевыделительной системы. С початку года, когда объединяли отделение, у больницы отримали консервативные лечения по нефрологичным профилям больше за 600 человек. И когда 100 находятся на гемидоиализе. Любой специалист нашего отделения может проследить, скажем так, путь от начала заболевания, владеть полностью всеми данными о начале лечения, о дальнейшем лечении. Если так сложится судьба у человека, то есть начать почечную заместительную терапию непосредственно и принимать в этом участие. То есть это во благо пациента. Зараз и деактивная процедура закупки медобстолевания расходных материалов урачи проходят перенвучание в Национальном навыково-практичном Центре трансплантологии и працуют в бригаде по забору донорских органов. Катярина Градницкая, Виталий Алексеенко, Новины Региона. Больше за 200 объектов гандлю проверили на выходных санитарные службы в области. Основную увагу зарабили на розничный гандль. Специалисты тлумачат, что активные проверки обумовлены спякотным надворьям и ошею летним сезоном. Возъявляется много дробных гандлевых кропок. Представники санитарных служб в области проверали, як гандлють огородненой и садовиной. Особливо их цикавило выканание правила у гандлю бахчавыми. По словах специалистов областного центра гигиены и эпидемиологии, порушенню выявили шмат. Основная из их продуш разрезанных кавунов. Лабораторные доследы доказывают, кали разрезать непамытый кавун, тя корыстаться брудным ножом, рабить гэта у непристосованным помешканні, то може подшаться рост бактерий и, соответственно, пагоршаться микробиологичные пакашчики ягоды. Так само выявлены факты, кали продавцы курили побач с продуктами харчавання, альбо без пальчаток фасовали продукты. Были и выпадки захования успеху продуктов без холода. Усяго за два выходных санитарные службы в області проверили больше за 200 объектів. У Могилёве выявлено 11 порушенню, у Бобруйску – 13. Обмерковать ситуацию на споживецким рынку Могилёва так само задать по этой теме питань можно 6 вересня. У гэтый день намесник начальника управления гандлю и послух Могилёвского гарвыконкама Галина Яскевич проведе промую телефонную линию. Приймать ваши телефонованні будуть с 9 до 12 годин. По номеру Могилёве 42-23-21. Конкуренты для рынку, сдаши жилля, у горках больш стали уводять арендных кватер. Як означаюць у райвыконками, кошт квадратного метра у коммерцинным жилі зарабіли больштанным залік полторного примянення проекту і компактного будавництва. Горки – лічы самый молодёжный город Могилёвшины. І зрозуміло, що многие студенти сільгас-академії і молодые сім'ї здымають жилля. Саправдну конкуренцію гетому ринку створили у новом мікрорайоні, який вырос у горках за опошнє 4 годи. В домах є квартиры, які являються арендным жиллям. В этом мікрорайоні около 150 квартир, які являються арендами. Когда мы строим, сдаём дом, в домі обязательно мы предусматриваем жиле помещение, которое будем сдавать в аренду. Это помогает і ускорить строительство дома, если он далевой, этот дом. І на это жилье, особенно на одна, двухкомнатная квартира, большой спрос. Даречі, черга на одну арендную квартиру у горках быває до пяти человек. Што до кошту такого жилля у новом мікрорайоні яго зробілі більш танным. Залік пауторнага примянення проєктов і компактнага будавництва. Татьяна Сергійчук, Віталь Аляксієнка, Новини регіона. А більш за 4200 сем'я у Могилівській області з 2015 года открыли рахунки для налишення так званого семейного капіталу. Їх сумма перевысила 40 мільйонів доларів США. Нагадаєм, масштабна программа па додатковой патрымце сем'я, у якій выховують строг і болі дятей, стартовала два з полового годы тому. Одноразовая безнаявная сумма у 10 тысяч доларів налішується на банковський рахунок і скористаться їй можна толькі при пауналетці дітя, з нагоди на радженні якого і призначалася гетая выплата. Сюліта більш за 800 семей у в області звернулися за назначенням семейного капітала. Разом з тим спеціалісты упевнені, такая патрымка повинна посприять паляпшенню демографічной ситуації. У нас з 2015 года выросло значительное количество многодетних семей в області почти на 2 тысячи. Для того, чтобы получить семейный капітал, нужно обратиться с документами в управління в органу по труду, занятості і соцзащіте по месту жительства не поздніє шести місяців після рождення либо усыновління ребёнка. На Могилёшіне с початку года практично 120 семью бесплатно отримали допомогу няні. Як поведомили у Комітеті попраси, занятості і соціяльна обороня, таку послугу можуть оказати амаль 90 нянь. Допомогу от державы у вигляді послуга няні можуть отримать толькі пэлная категора і сім'я, тіє, што выховують двоню, ці троню в узросте до трох годів. Не полная сім'я з детьми інвалідами, а так само сім'я з двумя і більш детьми інвалідами в узросте до штырох годів. Гэта послуга корыстаецца особливой популярністю, кажуть у Комітеті по соціяльній обороні населенства Могилёшіны. І додаюць, у регіоні з початку года допомогой няні скорысталіся на 20 гадзіну тыдзінь. А крім'я таго, батькам, які выховують дяті інвалідів, якім спаўнился 4 гады, прадоставляють паслугу соціяльні пірадышкі. Причім усе соціяльні выплаты, які приходяться на гэтый час, заховуюцца. Спякотное лето вертаецца, паслуг синоптыкаў, до конца тыдня температура паветра знов пачне програвацца до 30 градусов у дзень. На двор'я будзе вызначаць периферия антициклону, а атмосферный тиск будзе ў наші Расі, а ў дзень панижацца. У сярыдзіні тыдня па прогнозі чыкаецца пираменная воблачнаць, ў ночі без апаткав. У дзень махчымы краткочасовы дажы нават на вальнице. Температура паветра ў ся раду складзе плюс 26, месцами да плюс 28 градусов. У чатвіры пятніцу нелишнім будзе захапіцца сабой парасон. Згодна прогнозу, ў гэтый дні чыкаецца краткочасовы апаткі нават на вальнице і махчымы парывы ветру до 14 метров за секунду. Температура паветра будзе ад 26 до 31 градуса. І такоё спякотная надвор ў пасловых синоптыкаў захаваецца як мінімум до конца тыдня. Мештым ў Мухилёвскім обласным гідрометэццэнтры што дня аналізуюць і якась паветра. Пасловых специалисты ў кабацані сягу стан адпаведныя пробы беруть жатыры разы на суткі. Дарэчы, прычына зяўління формальдэйгіду ў паветры звязана са шкодными выкідамі адвытворчастів. А утварыння прыземнага азону вынік спякотнага надвор'я. Па выніках стаціонарных назірання ў Могилёві зареістрываны три факты незначнага перешэння па формальдэйгіді на ўліцях Першамайска і Каштанова і Могилёва. А на проспекці Шмітта па прыземнам азоні. У Бабруську зафіксаваны два выпадкі незначнага перешэння допустімага ў зроўню формальдэйгіду па уліць Мінска і па уліць Лынькова. Аднак, па словах спеціаліста, ўгаловныя прычына гэтых незначных перешэння ўносіць минаэта сізонный характар і спрыгодам больш халоднага надвор'яя сітуація выправецца. Стартоваў Міжнародныя Пленэр па живыпісі в образ Радзімы ўвыяўленьшым мастацтві. На Магілё ўшынійон проходзіць ўдвадцадругі раз. Сіоліта форум Мастакоў прысвечэнэй ста саракапяти годзю зня нараджэні Вітольда Каэтановіша Бялыніцка габірулі. Двадцадва гады тому Міжнародны пленэр па живыпісі в образ Радзімы ўвыяўленьшым мастацтві распачынаўся як беларусско-российскі праект. Восьі гэтым разам шаска живопіссу накіравалася ў Тульску ўобласть на Радзіму Василя Паленава. Был в Паленава два раза. Вот эта третья поездка будзіць. Очінь панравялась там. Место такое святое для искусства, я бы сказаў. Всё-таки Паленав великий русский художник. И там прям всё пропітано его духам. Поэтому, ну, здорово, што мы там пабудзім. Ровно дзесять дён некалькі беларусскіх і российскіх мастакоў будзіць працаваць ў Расіі. Потім приедуть ў Могилівську в область. І тут до їх долучаться живопісцы з інших країн. Там пабудут они на Толстовських містах, в Ясную Поляну поедут. После чого возвращаются в Белынич, і в Белыничах работаю. Посетім много мест. Славгород, могилу Тулова, Неврева, камінь Белыницького берулю. Напишем работы. Состав очень хороший. Восім стран. Індія, Китай, Ізраїль, Армінія, Сербія, Литва. Мощний российский состав, белорусский состав. Новое знакомство, новые принципы, живописи узнаёшь. У каждого разна своя школа. Поэтому это очень полезно. Сейчас три работы мы сдаём. Две работы идут в коллекцию музея, одна работа в фонд. Такой подарочный. Первый планер 95-го года посвящался Витульду Кайтановичу, Белынинцькому берулю. В этом году 145 лет. И мы посвящаем ему. Хотя планеры посвящались многим художникам. В этом году мы возвращаемся к Витульду Кайтановичу. У областных Мастацкий музея имя Паула Масленникова поведомили международный пленер, сурьёзная крыница пополнения фонда музея творами сучасного мастацтва. И сё літа яны отрымают 64 картины сусветно-вядомых реалистов. Завершится пленер 7 вересня. Татьяна Сергеичек, Виталь, Вопсю, Новины региона. Даліна Казак. Выстава Ростовых Лялек под такой назвой працую у Могилёвским Мастацким музея имя Паула Масленникова. У экспозиции представлены фантастичные и казачные истоты мифологичных эпосов розных краин. У Могилёвским Мастацким музея имя Паула Масленникова зараз можно побачить ягуара, паладина заступника, кошку, горную чарауницу, антилопу, месяцовую деву, белого тыгра, воина-героя и инших мифологичных символов народов света. Некоторые фигуры достигают у вышиню 3 метров. Например, казачный циклоп «Тизубр Волод». А у ружевого дракона размах крылов около 4 метров. Усе фигуры створили Татьяна и Владимир Найбичи из Брестской области. У Могилёве выстава будет працать до 11 вересня. Наши новини доступны и на нашем сайте tvrmogilio.by. А я с вами развитываюся. Доброго настрою и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова